Привет, друзья! Ставьте лайк и обязательно пишите свой комментарий под видео. В Молдове уже начался энергетический кризис, из-за недостатка газа правительство даже ввело чрезвычайное положение. При этом Россия угрожает оставить наших соседей зимой без отопления. Газпром может прекратить поставки голубого топлива, если Кишинев не погасит долги. Зачем Кремль шантажирует Молдову и какое значение эта ситуация имеет для Украины, рассказывает обозреватель. После провала переговоров о новом контракте на поставки газа, молдавский вице-премьер Спыну заявил, что Кишинев хочет долгосрочного договора между Молдовогазом и Газпромом, выгодного для обеих сторон. Политик подчеркнул, что нынешнее предложение, сделанное россиянами, невыгодно нашим гражданам. По его словам, предложенная России цена, которая включает финансовые и нефинансовые условия, в том числе выплату исторического долга, выше, чем предложение на международных газовых рынках. Республика не может согласиться платить за газ более высокую цену, чем другие государства в регионе, отметил Спыну. В РФ также отреагировали на провал переговоров, однако в более жестком тоне. Газпром с 1 декабря полностью прекратит поставки газа, если Молдова не погасит долг и не согласует условия нового контракта, заявил представитель топливной компании Куприянов. По его оценкам, долг Молдовы перед Россией составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей, эта сумма возрастет до 709. Пахнет не газом, а шантажом. Также Куприянов заявил, что в российско-молдавском газовом споре якобы нет политического шантажа. Здесь нет никакой политики. Газпром – акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис, сказал он. Но в Молдове мнение на этот счет совершенно иное. Москва решила использовать свои инструменты влияния на энергетику с четким желанием обрушить рейтинг нового правительства. Цель понятна – усилить эффект экономического кризиса. Это не коммерческий спор, уверен аналитик исследовательского центра Watchdog Молдова Валерий Паша. Бывший советник президента Сергей Тафилат также назвал сложившуюся ситуацию шантажом Москвы и напомнил об аналогичных действиях Кремля в прошлом. Похожий сценарий был примечен в Украине. В апреле 2014 Газпром повысил цену на газ практически вдвое и также потребовал выплатить якобы долги за газ в размере 2,2 миллиарда долларов. Почему? Потому что украинский народ решил выйти из московской орбиты и встать на путь демократизации. В Москве отрицают факт политшантажа Кишинева с целью заставить отказаться от прозападной внешней политики и от борьбы с коррупцией, которая процветала при пророссийском президенте Додоне. Кремле уверены, что нынешний лидер Молдовы Санду сама должна приехать в Москву и лично попросить о снижении цены на газ. При этом, какие условия ей выставят в ответ, умалчивается. Но несмотря на отрицание, с российской стороны очевидно, что газовый шантаж неразрывно связан со стремлением молдавских властей быть на стороне Запада и Украины. Подтверждают этот факт и заявления российских чиновников, вроде главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая обещала учесть участие Санду в Крымской платформе. На фоне газовых проблем Молдова обратилась за помощью к Украине. Речь идет о 15 миллионах кубометров газа, сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус. По его словам, запрашиваемый объем газа сейчас критически важен для Молдовы, поэтому в ближайшее время аварийная помощь будет предоставлена. Украина, в свою очередь, ожидает возвращения топлива к концу зимы. Очередной урок. Газовый конфликт между Кишиневом и Газпромом – яркий пример политики Кремля в отношении стран, которые уходят из-под его влияния. После смены власти в Молдове Россия критикует президента Санду за самостоятельную внешнюю политику, которая не учитывает интересы РФ. Россияне идут на все, чтобы сохранить контроль над Молдовой. Даже ценой жизни обычных граждан, которые будут вынуждены платить огромные суммы, за газ или же попросту замерзать. Эта ситуация также показывает, что Украина не может начать прямые поставки газа из России, как это предлагают некоторые политики. Ведь возвращение к старой схеме даст возможность Кремлю снова шантажировать Киев. И в таком случае на кон будет поставлена не только безопасность оккупированных территорий, но и всей страны. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте лайки.